Приветствую вас! Прочитал я ваш вопрос, и довольно прилично есть у меня что вам сказать. Поэтому я буду читать ваш текст, и по ходу текста буду давать какие-то комментарии. А в конце я дам вам ответ на ваш вопрос, который вы задаете. Итак, вы говорите, как мне успешно принять себя? А я бы на самом деле перефраздировал бы немножечко ваш вопрос и задал его так. Как мне начать принимать себя? Видите ли, у вас есть одна очень хорошая, здравая мысль. А именно, вы говорите в скобочках, что добиваться сложных целей в таком состоянии сразу же нельзя. И это правильно. Тем не менее, вы себе немного противоречите, и... Суть вашего вопроса кроется в том, что вы хотите испытать восторг, освещение счастья, подъема от того, что вы себя принимаете, что вы себя любите. Хотя происходит это постепенно, и ни в коем случае не в виде озарения, ни в виде инсайта. То есть, в процессе диалога, например, с психологом, в процессе общения и общения с ним, у вас просто постепенно будут меняться, ну, например, представления о себе. Вы будете видеть их несостоятельность, несостоятельность этих представлений. Понимаете? Поэтому, вот, это первое противоречие, что вы говорите, что сложных целей вы себе вроде бы не ставите, и это правда. Это правильно. Но при этом вы хотите принять себя, и самостоятельно, а сразу сделать это невозможно, потому что в 8 лет вы живете вот в таком состоянии, и я полагаю, что шок это довольно большой. Наработали у вас не только какие-то эмоциональные триггеры, но и поведенческие триггеры есть, и привычки есть, и вот все вот это вот так сразу не поменять. И начинать нужно время. И начинать нужно, наконец, с представления о себе, с изменения представления о себе, а дальше вы просто будете вносить определенные коррективы в свою деятельность, и... 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 ...вот этого будет меняться ваша модель поведения, и в результате этого вы научитесь себя принимать. Вы пишите, мне 25 лет, и сразу извиняйтесь, что так много написали. Вы пишите, если вы не хотите сейчас читать полностью, то можете посмотреть сам вопрос в конце данного текста. Максим, вы задаете платный вопрос, на который вы потратили свои деньги, и вы пишите, извините, что вы так много написали. Вы пишите, что если мы не хотим читать, то можно посмотреть сам вопрос. Вот то, что вы говорите, то, что вы извиняетесь, это неуверенность в себе. Знаете, тут дело даже не в том, что вы себя не принимаете. Тут дело в том, что вы не уверены в себе, что вы не доверяете себе. Вот если вы себе не доверяете, это связано, связано с непринятием. Но вот то, что вы не уверены в себе, это очевидно. И неуверенность в себе, она, видите ли, она не связана с непринятием себя. Неуверенность идет как бы рядом с непринятием. И неуверенность в себе как бы образует взаимосвязь. То есть человек себя не принимает, и он вместе с этим в себе не уверен. Человек может себя принимать, но он опять же в себе не уверен. То есть, понимаете, у вас есть неуверенность в себе. В чем? Ну вот хотя бы, хотя бы, на примере этого вопроса, попробуйте себе как бы поставить такую задачу. Вот почему вы извиняетесь за то, что написали много, если вы задали сплатный вопрос. Почему вы извиняетесь? Вы заплатили деньги, вы имеете полное право, даже если вы не заплатили деньги, вы имеете полное право писать столько, сколько вам хочется, столько, сколько вы считаете нужным. Почему вы извиняетесь? Почему вы допускаете, что психологи, специалисты по проблеме, с которой вы обращаетесь к нам, могут не захотеть читать ваш вопрос полностью, что было бы неуважением к вам? Почему вы считаете, что вас можно не уважать? Опять же, вы даете ответ на этот вопрос в конце. Но мы-то вас не знаем. Понимаете? Мы-то не знаем, какой вы, даже несмотря на то, что вы написали это все, мы не знаем, какой вы. И возникает вопрос. Зачем вы изначально при, грубо говоря, знакомстве с нами, незнакомыми вам людьми, себя уже заранее принижаете? Максим, попробуйте для себя выделить, выделить вот эти вот моменты, которых вы в себе не уверены. Просто вот сказать, вот в этом я сомневаюсь, в этом я не сомневаюсь. И вот в том, в чем вы сомневаетесь, попробуйте найти определенную задачу для себя, определенную цель, которую бы вы выполнили, и уверенности в себе стало бы больше. Чтобы развеять сомнения. Ведь развеять сомнения можно двумя путями. Это путь субъективный и объективный. Если субъективный путь вы способны проделать сами, то есть определить, в чем вы не уверены в себе и почему, и потом поделиться этим, например, с психологом, то объективный путь вполне себе ясен. Это путь, при котором вы выполняете определенные задачи, образующие все цели, и тем самым получаете уверенность в себе. Так что вот это прямо сразу, сходу бросается в глаза. Вы не уверены в себе. То есть непринятие себя это не единственная ваша проблема. Далее. Ага, я постараюсь вкратце описать здесь причины своего вопроса. А также, почему я считаю, что мне сейчас в первую очередь необходимо принять и полюбить себя, а не добиваться сложных целей в таком состоянии сразу. Опять же, вы как будто оправдываетесь перед нами. То есть вы говорите, я попытаюсь описать здесь причины своего вопроса, чтобы мы типа поверили вам, что вы имеете серьезные основания на этот вопрос задавать. Максим, опять же, для взрослого человека, 25-летнего, задающего платный вопрос, вы ведете себя, опять же, как, ну, как ребенок. Как ребенок, который, вот, стесняется, не может допустить, что его вопрос важен. И здесь проявляется, на мой взгляд, то, что вы себе не доверяете. И не доверяете вы себе, да, потому что не принимаете. Это совершенно точно. Но поймите, причины вашего вопроса, то есть почему вас это беспокоит, в рамках самого вопроса не так важны, потому что важно, что вас это беспокоит. Это единственно важно, что можно и нужно принимать во внимание. Далее. Вы говорите, мне сейчас, в первую очередь, необходимо принять и полюбить себя. Ну, во-первых, давайте мы с вами постараемся договориться, что принять и полюбить себя – это, по сути, синонимы. Только любовь к себе – это более обширное понятие, которое включает в себя и принятие, да, и кое-что еще. А вот что нужно для того, чтобы полюбить себя? Что нужно вообще для того, чтобы любить? Знаете ли вы, что такое любовь? Видели ли вы эту любовь? Есть ли у вас понятие того, как вообще происходит процесс любви, что это такое? Какой у вас образец любви в семье, например? Вот вам, коллега, на момент записи этого ответа у вас было три комментария к вашему вопросу, и один из коллег сказал, что у вас проблема в детстве. Как мне кажется, проблема может быть и не в детстве вовсе, но родители свою определенную роль сыграли. Я полагаю, что будь проблема в детстве, вы бы не 8 лет жили в таком состоянии, а больше. Иными словами, всю свою жизнь, раз вы жили только 8 лет, значит все-таки родители здесь, ну, если и причастны, то не полностью и не все время, что облегчает немного вам вашу задачу. Далее, вы пишете, я очень давно, мне очень давно как забросил свое душевное здоровье и не решал одну из своих внутренних проблем, полная разочарована в себе и во всем вокруг. Максим, вы говорите о том, что очень давно забросили свое душевное здоровье, то есть когда-то вы его не забрасывали. Когда-то вы о нем беспокоились. Возникает вопрос, что заставляло вас о нем беспокоиться, как вы о нем беспокоились и почему вы решили запросить. Что вас подвигло на это? Что вас подвигло на это? Это первое. Второе. Разочарованность в себе и во всем вокруг. Разочарованность это ожидание. Ожидание это скоренос своих желаний. Это возведение желаний в ранг идол, в ранг лейтмотива. Когда желания в своем немножечко идеализированном виде ставятся во главу угла всей деятельности человека. Давайте подумаем, почему вы испытывали эти самые ожидания. Для чего вам нужны эти ожидания? Кто вам эти ожидания внушил? А самое главное, почему вы ожидали чего-то от себя явно завышенного? Почему вы не смотрели на себя реально, то есть без завышенных ожиданий? Что мешало вам объективно и здраво оценивать себя, свои способности, свои перспективы, свои возможности? И как вы воспринимаете предел своих возможностей? Вот психология, например, предел своих возможностей воспринимается как пути для нового развития. А вы как это воспринимаете? Далее вы пишите. Я не прощаю себе свои недостатки. И не прощаю людям то, что считаю недостатками в них. Ну, здесь, конечно, довольно сложный момент. Связан он с тем, что, с одной стороны, откуда взялась ваша строгость к себе? Чем она была продиктована? Как вообще вырабатывалась эта строгость? Это первое. Второе. Что будет, если вы не будете строгим к себе? То есть, что, по вашему мнению, когда случится? Какую цель вы преследуете, прибывая в строгости к себе и к другим? И получается ли у вас этой цели достичь? Будете строгим к себе? Если нет, то, может быть, имеет смысл посмотреть другие способы решения вашей задачи? То есть, вы строги к себе, чтобы что? Добиваетесь ли вы этого? Если нет, то почему не смените свое отношение к себе, если строгость не помогает? Ну, вот представьте себе, что к ребенку относятся строго, а он старается, но у него не получается. Вы видите, что как бы вы строги себя с ним не вели, у него не получается, и цели не достигаются. Значит, к человеку нужно относиться по-другому, его нужно расслабить, чтобы он почувствовал себя свободно и сделал то, что он может сделать, исходя из своих возможностей. Безожиданно. Понимаете, строгость – это искусственная стимуляция себя на определенное поведение, но строгость – это четкое подчинение всей цели, четкое подчинение пользе. Понимаете? Строгость – это не достоинство. Строгость – это всегда ради чего-то. А принимать успешно себя вы будете тогда, когда вы будете делать какие-то вещи просто так, не ища причину для этого. И вот здесь, я думаю, основная проблема в том, что ваши родители, ваша семья родительская прививала вам культуру полезности. То есть, ради чего-то. Не понимая при этом, что вы уже живете, как и мы все, в культуре достоинства. Когда все происходит просто так. Когда каждая минута человеческой жизни, каждый этап человеческой жизни, ну, по сути дела, по сути дела, является самостоятельным отрезком человеческой жизни. Самостоятельным и полноправным. Недостаточным. Далее. Скажите, пожалуйста, Максим, видели ли вы хоть одного человека, который не имел бы недостатков? Ну, я думаю, нет. Абсолютно у всех людей есть недостатки. Почему? Да потому-то они люди. И сама человеческая природа заключается в том, что у человека есть недостатки. И отрицая свои недостатки, вы отрицаете свою человеческую природу. То есть, по сути, вы хотите перестать быть человеком. По сути дела, вы хотите стать кем-то другим. И вы также отказываетесь принимать человеческую природу других людей. Вопрос. Почему? Вы не хотите быть человеком? Вы хотите быть кем-то другим? Но вы кем-то другим стать не сможете, потому что вы рождены человеком. Значит, вам человеком и оставаться. Значит, ваши недостатки с вами будут всегда. В любом случае, то, что вы можете сделать, это только купировать вред от этих недостатков себе и другим. Но недостатки – это нормально. Недостатки – это именно то, что делает нас людьми. Обдумайте, пожалуйста, эту довольно-таки простую мысль. Далее. Вы говорите, что я не прощаю себе свои недостатки. Ну, отсутствие прощения, то есть, опять же, отсутствие принятия, помимо того, что я уже сказал, связано еще и с тем, что вы не видели, как это происходит. Либо вы просто-напросто испытываете чувство вины, то есть вы считаете, что у вас недостатков быть не должно. То есть, вы чувствуете себя виноватым перед кем-то. Опять же, правильно вам рассказал об этом коллега мой. Но другой вопрос. Кто вам чувство вины привил? Понимаете ли вы, что чувство вины – это всего лишь отношение общества к вам, как средство манипуляции вами, в том, чтобы вы сделали так, как они хотят общества и не более того? Если вы не видели, как люди прощают, то это беда, например, ваших родных людей. Если человек не умеет прощать, он слаб, он не принимает себя, он не принимает других. Он находится постоянно в состоянии невроза. То есть, он пытается быть тем, с кем он не является. И он вытесняет свои желания, вытесняет свои потребности. Это тот максимум, что делаете вы. Вы вытесняетесь сам из себя. Вы вытесняет свои недостатки, вы вытесняете свои сущности. А вы вытесняет свои сущности, вы не являетесь тем, кто вы есть. И весь вопрос заключается в том, почему вы встали так себя виски, что послужило отправной точкой для этого. Далее, значит, я очень строг к себе считаю свои достоинства несерьезными и смешными. Ну, опять же, опять же, это вопрос оценки. То есть, вот, вы говорите, что у вас достоинства несерьезные и смешные. А у кого они серьезные и несмешные? Кто оценивает достоинство человека? Кто говорит, что этот человек более достоин, этот человек менее достоин? Кто? Такие же люди. Но люди не могут отпринять сам из себя, потому что они субъективны и волей-неволей у них возникают проекции. Когда мы говорим, что этот человек более достоин, мы опираемся на определенное количество каких-то переменных. Мы говорим, что вот в этом обществе достойны одни люди, в этом обществе достойны другие люди. По отношению к этим целям достойны одни люди, по отношению к этим целям достойны другие люди. Можно только говорить о достоинствах человека, исходя из определенного контекста. Но нельзя говорить, что кто-то менее достоин без привязки к контексту. И если ваши достоинства не отвечают каким-то требованиям, и если вы понимаете, что не можете этим требованиям соответствовать, то это значит не ваши требования. Это не те требования, которые вам соответствуют, но если вы родились в определенном обществе, то да, от вас будут требовать этого того, чтобы вы соответствовали этим самым требованиям. Ну, например, если есть семья, например, врачей, то, естественно, они будут требовать от ребенка своего, чтобы он тоже стал врачом. И их, в общем-то, не будет особо волновать, что ребенок не хочет быть врачом. Почему? Потому-то для них цель – это продолжить свою деятельность. А желание ребенка не учитывается. И в этом случае что? Ребенок должен считать себя недостойным, по вашей логике? Я так не думаю. Связано это с тем, что просто требования не соответствуют. А как понять, соответствуют требования или нет? А очень просто. Находят ли они отклик у вас? Хотите ли вы заниматься тем, что от вас требуют? Хотите ли вы соответствовать тому, чего от вас требуют? Если да, то прекрасно. Делайте то, что от вас зависит, и все. Всегда найдется тот, кто делает это лучше. Но всегда найдется тот, кто и хуже. Не бывает такого, чтобы человек был самым лучшим. И бывает такого, чтобы человек был хуже всех. Еще раз повторю, это невозможно. И это зависит всегда от точки зрения. Поэтому, как вы можете оценивать свои достоинства и говорить, что они у вас не серьезные. Если даже другие люди, достоинства других людей не имеют по сути права оценивать. Они это делают, но они делают это в определенном контексте. И да, контекст иногда размывается и становится как бы единым. То есть человек, говоря, что кто-то другой не достоин, имеет в виду контекст, но преподносит это так, как будто выносит оценку человеку. Это да, но об этом нельзя забывать, это условность. Далее, если я кто-то успешно выполняю, то эмоциональной и позитивной отдачи от этого крайне мало. Из-за этого я почти не получаю удовольствие от жизни, от себя, от своих успехов. Ну, я полагаю, что здесь есть определенная, определенная тоже у вас неточность. Дело в том, что важно не эмоциональная, а позитивная отдача и не удовольствие от жизни. Можно получать наслаждение от процесса. То есть не столько возьмем результат, сколько возьмем сам процесс, максимум. И исходя из этого я задаю вам вопрос, чем вам интересно приниматься просто ради самого процесса. Подумайте, пожалуйста, если бы люди занимались чем-то только ради результата, не было бы на свете гениев, не было бы на свете успешных людей и так далее. Потому что все люди в первую очередь занимаются чем-то любимым делом ради процесса. Мы играем, вы представили в пример игру, мы играем не ради победы, а ради процесса. Если мы играем ради победы, это уже не игра, это уже другое, а удовольствия от этого нет. Понимаете? Когда игра заканчивается, когда ты побеждаешь в игре, это окончание, это конец. Понимаете? А процесс это именно то, что вам нравится, по большому счету. Поэтому вполне возможно, что вы не тем занимаетесь, не на то ориентируетесь, и вполне вероятно, что у вас немножечко неверные мотивы. Далее. От поражений получаю негативное ощущение по полной программе. Но опять же, дело в том, что поражения, поражения, они меняют ваши представления, представления о себе. И из-за того, что меняются ваши представления о себе, вам и плохо. Вы не хотите, чтобы представление о себе у вас меняет. Вы боитесь этого. Вы боитесь того, что в результате поражения вы будете думать о себе немножко по-другому. Давайте подумаем. А почему вы боитесь? Вы боитесь изменения представления о себе? Ну, будете вы о себе думать по-другому? Будете вы, например, думать, что вы там не смогли есть то-то? Почему вы этого о себе думать не хотите? Чем для вас это так страшно? Неприятно. Почему? Люди проигрывают, люди ошибаются, люди бывают слабыми. Это нормально. Нельзя быть все время сильным и нельзя быть все время слабым. Почему вы не можете признать, что ваши представления о себе могут меняться? Понимаете? Ответьте себе на этот вопрос. От поражений вы получаете негативные ощущения еще и потому, что вы их ждете. То есть поражения для вас это внутренний отклик. Вы как бы внутренне откликаетесь на поражения более активно, потому что они вскрывают ваши внутренние противоречия. Если вы сами в себе сомневаетесь, например, то поражение, которое сбьет вам по сомнениям в себе, опять же для того, что вы не допускаете для себя факта поражения. Вы не хотите, чтобы у вас они были. Вы не воспринимаете поражения как опыт. Поскольку вы знаете, что поражения у вас будут всегда, они для вас более болезны. Понимаете, к поражениям тоже нужно менять свое отношение. В первую очередь воспринимать поражения как что-то абсолютно нормальное. Такое же, как и выиграешь, только со знаком минус. Это опыт. И поражение означает, что вы можете стать лучше. Только подумайте, что испытывает человек, который постоянно выигрывает. Он ведь не развивается. Нельзя развиваться, выигрывая. Вы развиваться можете только, только проигрывая. Потому что прогресс, это опять же предел ваших возможностей. А предел возможностей открывает новые перспективы. Вот об этом и стоит думать. И что вы выбираете, Максим? Развитие или стагнацию? Далее. Я не принимаю себя таким, какой я есть сейчас. Я не вижу в себе ничего такого, что можно было бы действительно гордиться. Система ценностей, Максим. Система ценностей ваших родителей, вас. Очень важно здесь об этом разговаривать. То есть, какие ценности привели вам ваши родители, ваша семья. Какие ценности вы сами считаете важными для себя. И как вы эти ценности могли бы реализовать. То есть, я могу представить, что если у вас нет ценностей, то и гордиться нечем. Но если вы будете держать свои ценности в воображении в сознании, если вы будете воплощать эти ценности в жизнь, и если вы будете действительно уважать и любить эти ценности, то гордиться собой будет чем загордиться. Но нужно ценности воплощать. Только когда ценности и намерения полностью совпадают с вашим поведением и поступками, вы собой гордитесь. Так, значит, есть во мне плюсы. Может, я и не имею плюсы от настоящего мужчины, но есть другие плюсы, только я их считаю несущественными. А кто дал вам право оценивать опять же свои плюсы как несущественные? Кто вообще определяет, что существенно, а что нет? Из моего предыдущего монолога вы, наверное, уже увидели, что качество человека определяется ситуативно всегда. И нельзя говорить о том, что какие-то качества являются однозначно всегда плохими. плохими являются те качества, которые осуждаются обществу. А несущественными качествами являются те, которые опять же не приносят пользу обществу. Обществу возникает вопрос, а почему человек вообще должен приносить пользу? И должен ли? И если да, то кто внушил это? Например, в Конституции написано, что трудиться трудиться это право, а не обязанность. Вот об этом тоже попробуйте подумать. Далее, вы говорите, что у вас нет плюсов настоящего мужчины. А откуда этот образ настоящего мужчины? Настоящий мужчина это кто? Кто для вас настоящий мужчина? И почему вы считаете, что все мужчины должны быть как ваш образ? У кого-то свои возможности, у кого-то есть свои способности, свои склонности. Нету образа настоящего мужчины, но есть образ мужских ценностей, которые вы можете воплотить в жизнь так, как у вас это получится. И это то, опять-таки, что вам реально по силам. Это не какая-то сложная цель. Это то, что вы реально можете сделать. Настоящих мужчин нет. А в самом деле, все мужчины настоящие. Просто есть креатив поведения, который в том или в ином обществе считается наиболее приемлемым. Вы подумайте, какой образ мужчины в Европе, какой образ мужчины в Америке, какой образ мужчины в странах СНГ и подумайте, как эти образы создавались. И вы поймете, что настоящего мужчины нет. Есть просто социально обусловленные типы мужского и женского поведения. Вот и все. Но, опять-таки, это вам скорее словно взяли родители, что вы должны быть настоящим мужчиной. И у вас возникало внедрение противоречия на поводу того, что вы не можете ему стать их в соответствии. И из-за этого возникало противоречие. И противоречие породило опачив. Потому что у вас есть навязанных родителями образ в этом образе. Соответствуйте, значит, вы не такой, как все, как все. Но дадим вопрос. А кто внушил родителям этот образ? И почему родители считают его единственно правильным? Подумайте, пожалуйста, об этом. Вы пишите. Я принимаю антидепрессанты, поскольку это разочарование мне непроста. Так, Максим, кто вам прописал антидепрессанты и почему? Антидепрессанты прописываются при психических заболеваниях. Есть у вас заболевания? Есть у вас диагноз? Какое вам лечение назначено? Как вы его проходите? Наблюдаете ли вы у врача или нет? Важные вопросы, которые нужно прояснить. Очень важные. Это вот так скользко. Говорите про лекарства. Я разочарован в себе по многим причинам. Но их описание выходит на рамки данного вопроса как по времени, так и по количеству. Если это вкратце, то это множество ситуаций, убедивших меня в том, что я не настоящий мужик. Что я порядка, что я никто, что я изначально хуже большинства нормальных людей, что я плохой, ну и так далее. Вы пересчитаете свои здесь негативные черты. Скажите, пожалуйста, ну вот я, в принципе, про образ настоящего мужчины уже говорил. Вот. А каким вы можете быть мужчиной? Вот вы для себя, каким можете быть мужчиной? И какие мужские ценности вы считаете для себя приемными? Ну, то есть важными, ценными и так далее. Подумайте. Вот есть те ценности мужские, которые вы считаете правильными для себя. И есть ваши способности, которые у вас имеются. Так сделайте так, чтобы ваши способности максимально близко приблизили вас к этим ценностям мужчин. И все. Это точно может сделать каждый из нас. Настоящий мужчина – это идеал, к которому каждый из нас стремится. А вот сомнение себя большинством других людей – это поверхностное знание о них и высыпление того, чего, по вашему мнению, у вас нет. Но при этом вы добываетесь, что у других нормальных людей, как вы говорите, тоже есть свои проблемы. Да и нормальных людей, по большому счету, очень маленький процент. Да и что вообще такое нормальный человек? Кто определяет норму, норму? Норму, опять же, определяет общество. Даже не страна, а общество. Например, в деревне нормальное поведение и нормальность человека – одно. В городе – другое. В поселке – встречи и так далее. Так где нормальные люди? Максим. Кто определяет эту нормальность? Подумайте. Вы такое впечатление, что пытаетесь, знаете как, пытаетесь соответствовать тем требованиям, которые к вам предъявляли ваши родители или ваша семья. Но при этом вы ни на секунду не подвергаетесь сомнениям то, что те, у кого вы брали эти требования, могут ошибаться или быть просто жертвами своего времени. Или может быть просто не видеть в вас кого-то другого, не видеть вашу индивидуальность, уникальность. Понимаете, Максим, по сути вы пытаетесь подавить себе индивидуальные черты, а стать тем, кого хочет видеть общество. Вот поэтому у вас и такая проблема. Вы не можете быть таким, как все. Вы другой, вы уникальный, индивидуальный, но вы воспринимаете это как негатив. А нужно воспринимать как сенс, но при этом понимать, что общество будет вас отвергать. Общество не любит, когда люди выделяются, потому что выделяющиеся люди внушают общество страх всегда. А вдруг такими, как вы, станут другие? А вдруг такое поведение, как у вас, станет эталоном? А как происходит эталон? Вы не задумывались? Впоследствии я решил отказаться от звания настоящего мужчины. Ну это вообще, Максим, что-то очень странное вы говорите. Звание, ярлык. То есть вы считаете, что настоящий мужчина это тот, кто чего-то достиг. И он навсегда становится этим самым настоящим мужчиной. И все. Знаете, Максим, откуда у вас вот эти вот стереотипы? Кто вам их вносил? Кто сказал вам, что звание настоящего мужчины нужно добиваться? Кто вообще образовал у вас этот образ настоящего мужчины? Далее. Ага, значит. Формально я подволился бы быть правдой. То есть подволили бы быть собой. Правильно. Это помогло мне относиться к себе чуть менее строго, но на деле я все еще не прощаю себя и не понимаю в себе эту неуверенность, тревожность, боязнь и так далее. Ну, неуверенность в себе принимает на самом деле сложность, учитывая этот факт, что она начинает. Тревожность тоже принять сложно, как и боязнь, поэтому и с неуверенностью, и с тревожностью, и с боязнью надо работать отдельно. Как работать с неуверенностью я уже сказал, в принципе могу только дополнить, что вам нужно разделить свои негативные качества на те, которые всегда приносят вам бред и те, которые время от времени приносят пользу. И понять, что эти качества с вами будут всегда, всю жизнь. Сходите в это или нет, но они будут с вами. Все, что вы можете сделать, это не подавлять их, потому что это невозможно, а снизить негативный вред от отрицательных проявлений. Вот и все. Подумайте, как можете сделать так, чтобы негативные качества вам не вредили. Вот и все. Но, поймите, то катят по умолчанию. Всегда буду с вами. Всегда. Тревожность – это неумение адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Опять же, почему? Почему вы боитесь всего-то нового? Почему вы боитесь перемен? Боязнь? Боязнь чего? Страх чего? Подумайте. Какой предмет уставать? Именно эти вещи и составляют то, что вы себя не принимаете. Неуверенных, тревожных и боязных. Уберете их, научитесь жить с ними, будете себя принимать. Иногда, уставая от напряженного дня, я думаю о смерти, и еще я думаю о них на выходных. Ну, понятно, вы не видите смыкла в своей жизни, и смерть для вас это своего рода избавление. Я вас очень хорошо понимаю, но могу сказать, что видите ли я. Зависит от того, что вы хотите. Если хотите, например, чтобы люди думали действительно, что вы тряпка. Если вы хотите, чтобы все, кто относился и относился к вам негативно, думали, что они правы, вы можете продолжать думать о смерти. А если вы считаете, что эти люди не правы, то нужно не думать о смерти, а адекватно, объективно оценивать свои способности, ставить при собой адекватные задачи, анализировать цели, средства, условия, требования задачи и полномерно их выполнять. Вот и все. Не рассчитывая, еще раз повторю, на результат, просто ради процесса. Сейчас я все записываю, и может создаться впечатление, что у меня все вполне хорошо, и пишу я не в таком разном состоянии. И может быть даже депрессии у меня нет. Нет, Максим, у меня такого впечатления не складывать. Правда, вот депрессия, которую вы себе диагностировали, надо бы все-таки подтвердить или опровергнуть у врача, что депрессия – это диагноз, который ставится врачом. Если у вас действительно депрессия, то должно быть назначено лечение. И не только антидепрессанты. Антидепрессанты – это лишь только средства. Самое лечение производится немножко по другим основам. Далее. Просто я очень хорошо скрываю боль, злобу и обиду. Боль от чего, злобу на сто, обида также на сто. Понимаете, Максим, да, и почему скрываете боль? Почему не считаете трудностью ее испытывать? Боль, злобу и обиду – это нормальное человеческое качество. Скрывая боли, злобу и обиду, вы, по сути дела, вредите себе. Вы, по сути дела, не являетесь собой в этот момент. Боль – это… Боль бывает разная. Но, как правило, боль – это когда человек испытывает фрустрацию. То есть он ставит перед собой заведомо недостижимые цели. И боль, то есть фрустрация, нуждаются в защитном механизме, которых велико множество. Далее. Злоба. Злоба – это демонизация. То есть вы злитесь на что-то, обвиняете в своих проблемах что-то из кого-то, демонизируете его, но в действительности отказываетесь от своей ответственности за то, что с вами происходит. Ну и обида. Обида – это то, что вас задевает. Обижаются те, кого задевают какие-то вещи. И если вас задело, то это ваша проблема. Не проблема других людей, а только ваша. Надо подумать, почему задело. И либо устранить это, то, что вас задело, либо принять. Сказать, что «ну вот, я такой человек, я такой вот какой я, я не изменен». Если я даже не представляю, что могу заплакать перед психологом, либо показать свою озлобленную, обиденную сторону, это очень сложно. Скажите, Максим, а что заставляет вас не показывать свою злобную и обиденную сторону? Что заставляет вас скрывать их? Это первое. И второе. Проявлялись ли когда-нибудь ваши вот эти вот элементы злобные, обиденные стороны? Если да, то как? Я не хочу, чтобы кто-то видел меня таким. Почему? Разве лучше от того, что кто-то не видит вас таким, а видит вас другим? Опять же, вы, судя по всему, не так уж сильно удовлетворены с собой. Вы несчастно, у вас нет того, чего хотите. Почему? Может быть именно поэтому, что вы не показываете другим людям то, что вам важно? Подумайте, почему вы не хотите, чтобы вас кто-то видел таким? Ведь это вы, вы настоящие. И главное, что изменится? Что изменится от того, что вас кто-то увидит такие и таким? А вас не будет думать хуже. Напротив, вас будут видеть, как человек, который знает, чего он хочет, не боится показать то, что ему не нравится. Это естественно, нормально. Создает, и это создаёт пищевые, логинные впечатления, что со мной все в порядке. Ну, по сути, это невроз. То есть, и ослопленность, и обиденность разбирать. На кого обиденность, почему обиденность, что заставляет вас обижаться и так далее. Просто, чтобы проговаривали это все постепенно. Итого, все это копится во мне на решенном еще более 20 лет и отправляет мое отношение к себе и моей жизни. Почему именно 8 лет, Максим? Что произошло 8 лет назад и что было до этого? Какая травма случилась? Какое событие изменило вас? Об этом вы не пишите, но это очень важно. Я очень устал. Устали от противоречий. Устали от того, что у вас внутренняя борьба идёт. И это нормально. Нужно перестать бороться и позволить одной стороне, которая более близко к вам, захватить, так сказать, вас. Я чувствую, что в этом году мне выдерживать это сложнее, чем в прошлом. Я очень-очень давно не чувствовал счастья и удовлетворенность с собой. А вы знаете, что вам нужно для удовлетворенности с собой? Понимаете ли вы, что удовлетворенность с собой можно чувствовать просто сидя в удобном кресле и смотря, например, на небо. И за этим можно чувствовать удовлетворенность с собой. Вопрос в требованиях и в том, кто эти требования вам выдвигает, а также в целеобразовании. Как у вас происходит это самое целеобразование, чем вы руководствуетесь? Если я поставлю себе цель стать миллионером через год или миллиардером через год, наверное, я не буду удовлетворенность с собой, потому что задачи неадекватны. Нужно ставить перед собой именно адекватные, соответствующие вам задачи и решать их. Все себя делаю плохо по умолчанию. Почему? И даже то, что я пишу сейчас, кажется мне смешным, глупым, ничемным. Нет. Нет. Это ваше переживание. Это тот, кто вас так ходит, и это очень серьезно. Вот это вы мне подсказывали. Далее. Я сейчас просто хочу, чтобы... Я хочу хотя бы немного почувствовать нулепоренность с собой. Для этого поймите, что вам не нужно что-то делать. Вы можете почувствовать удовлетворенность с собой от того, если вы честны с собой. Просто будьте честны с собой. Не обманывайте себя. Не пытайтесь накормить себя ложью. Почувствовать, что во мне возвращается духовная энергия, душевная энергия. Ко мне возвращается душевная энергия. Она у вас когда-то была, получается, вот она когда-то была. Но ушла. Потом все заставило ее идти. Почему она исчезла? Что во мне есть принимающая любовь. Но, опять же, сразу это так не придет. Это нужно воспитывать в себе. А воспитывать через изменение представлений и понятий, которые у вас явно исключены. И поскольку ваша родительская семья это тот источник понятий, который есть у каждого, то работать нужно в первую очередь именно с этим. Что я принимаю себя не на что-то, а просто на то, что я есть. А подумайте, а вот что мешает вам принять себя задовольство и что мешает? Какие блоки на пути к этому? Просто вот что вам не дает это сделать? Я хочу принять и полюбить себя таким, какой я есть, хотя бы на время, чтобы стало полегче жить, чтобы наконец-то ощутить удовлетворенность собой. Но, опять же, вы ставите себе условия. То есть, если я себя полюблю, то я могу подчистить удовлетворенность собой. Действительно, удовлетворенность собой и любовь – это вещи параллельные, и они испытываются уже сейчас. То есть, вот я могу сказать, что далеко не каждый человек решится написать психологу и тем более задать платный вопрос. Поэтому, в этом плане вы нужны. Только для того, что вы написали свой вопрос, обозначили проблему, все за это можно сказать, что вы нахудчивый, смелый молодой человек. И это достойно уважение, это достойно восхищение многим мужчинам вам и у вас стоит получиться. Я прочитал кучу статей про принятие себя и сделал такой общий вывод. Представьте, ребята, какую я ехать сейчас, можно, но ненадолго. Ну, статьи психологов читать не стоит, они написаны только для других психологов. И точно не стоит их читать для решения твоей проблемы, только забивая сколовую информацию. Поэтому, не знаю, что вы читали, но у вас уже сложилось ошибочное мнение, что если можно предпринять, ребята, что ненадолго. Нет, если вы начинете постепенно себя принимать, то это будет навсегда. Уже. Как только я почувствую, что я действительно принимаю себя, что я действительно свободно разрешаю всегда быть таким, какой я есть, что я действительно считаю свои достоинства существенными, люблю себя за них, что я действительно свободно разрешаю своим недостатком быть, то тогда можно менять себя, если я буду готов. Нет. Вот это вот неправильно. Опять же, ваше постепенно вы вновь ставите себе условие. Менять себя нужно сейчас, но постепенно. Когда вы принимаете себя таким, какой вы есть, вы уже меняетесь. Вы уже меняете представление о себе. Поэтому у вас за ведомость неверные сложились вообще представления о том, как это работает. Видите, чему виной именно эти самые статьи психологов, которые вы неправильно восприняли. Вы сейчас себя не принимаете, и вы один человек. Если вы будете себя принимать, вы будете другим человеком. Это и есть изменение. Поэтому вы говорите об одном и том же Максим. Максим. Это не два разных процесса. Значит, собственный вопрос. Если вы, нужно полюбить себя за свои достоинства и недостатки. В чем в этом суть принять? Нет. Я недавно начал говорить себе, что я молодец за все, что я делаю каждый день, и прощать себя за проявление своих недостатков. Знаете, вам не прощать себя нужно и не говорить себе, что вы молодец. Нам нужно просто понять один раз, что и плюсы, и минусы – это все условно. Что в одной ситуации плюсы – это плюсы, а в другой ситуации – это минусы и наоборот. То есть нет какой-то ярко выраженной, использованной системы у этого. Все зависит от отношения к этому других людей и от вашего отношения к этому. Понимаете, Максим? Поэтому я думаю, что у вас опять же в корне неверная позиция. В корне. У человека не бывает хороших и плохих поступков. У человека бывает его интерес и поведение, и отношение к этому других людей. Все. Больше нет ничего. Но у меня нет уверенности в том, что я себе говорю правильно, потому что это всегда можно оспорить. Мне сложно достичь от себя правильно, потому что, опять же, вы сомневаетесь в себе, и это просто слова. Слова о том, что я молодец, воспринимается, ну, как ложь. Правильно, потому что это оценка. Любая оценка является субъективной, любая оценка является следствием определенных социальных условий и следствием определенной человеческой активности. Поэтому все правильно. То же самое, и все словами прощения, значит, своих недостатков. Ну, опять же, опять же, понимаете, никто не вправе осознать и никто не вправе прощения. И именно поэтому у вас и проблема. Объективно, прощает только Бог, но для этого вам нужно идти в церковь, чтобы вам простили. А так, если мы с вами не говорим о теологии, то никто не вправе никого прощать и никто не вправе кого-то оценивать. Люди оценивают, исходя из своих интересов, а интересы у всех разные. И поэтому у вас отсюда и сомнения возникают. Далее, в нашей главе начинает возникать вопрос, почему можно быть таким, ведь многие говорят, что нельзя. Потому что люди очень охотно осуждают других до тех пор, пока с ними не случается то же самое. Тогда они понимают, что, в общем-то, осуждать как бы нужно осторожнее. Вопрос в другом. Почему вы прислушиваетесь к тому, что говорят другие? Почему вы считаете, что их мнения достойны, например, того, чтобы на него обращать внимание? Почему я молодец, что успешно выигрываю в видеоигре, как пример, чтобы другое, либо другое сомнительное достоинство, как можно простить себя за трусость? Так. Почему я молодец и успешно выигрываю в видеоигре? А вы не молодец, что вы выигрываете в видеоигре. Спасибо. Вы просто оказались лучше другого игрока в определенный момент времени, и все. И даже если вы лучше постоянно, то это относительно. Ведь дело в том, что игрок, которого вы лучше, может стать лучше вас. И от этого вы не становитесь хуже, а он не становится лучше. Поэтому вы не молодец. Просто кто-то играет друг с другом, кто-то обязательно лучше, а кто-то обязательно хуже. И это нормально. Есть выигравшие, есть проигравшие. Но от этого люди не становятся хуже или лучше. У них просто такое положение. И все. И это лотерея. Как сходится обстоятельство, как сходится подход человека. В общем-то, лотерея. Это лотерея. Как можно простить себя за трусость? За это люди, друзья, не простят. Опять же. Люди, друзья, не простят, пока сами не окажутся в этой ситуации. Это нужно понимать. Четко. Человек, который не прощает, а слабает изрядной долей лицемерия. Это нужно учитывать. А трусость, знаете как? Ну да. Трусость, опять же, не прощается. Вы поймете, что когда вы трусите, вы чего-то боитесь. Со страхом нужно работать. Скорите себя за то, что вы испытали страх, за то, что вы испугались, за то, что вы струсили. Можно сколько угодно, но дело это не поможет. У вас есть страх, он никуда не уйдет. Потому что ваше сознание, точнее подсознание думает, что вам угрожает опасность и включается инстинкция защиты, самосохранение. И это нормально. Поэтому я думаю, что вместо того, чтобы корить себя, нужно напросто работать над тем, чтобы страх был меньше влиятельен по отношению к вам. Вот и все. Почему мне нужно быть таким? Можно быть таким? Каким? Таким? Непонятно. Если я буду трусливым, то, ну, знаете, вы уже являетесь им. И вопрос в том, хотите вы это изменить или нет. Если да, то нужно прикладывать определенные усилия и, в общем-то, работать над этим. А если нет, если вы не хотите, если хотите остаться таким, какой вы есть, то это ваше право. И никто не имеет морального права вас осуждать. Потому что не бывает нетрустливых людей. Бывают люди, которые умеют бороться со страхом. Но это дано уникальному. И это нужно вырабатывать в себе. Это практика. Почему я молодец, почему я хороший, почему ты мне запрещаешь быть таким? Не очень понятно. Почему я молодец, почему я хороший. Вы не молодец и вы не хороший. Вы такой, какой вы есть. Хороший всегда для кого-то, это отношения людей. Вам нужно понять, что отношения людей бывают разными. И если вы один и тот же, то люди другие, и для них вы можете быть плохим и хорошим. Вам никто не разрешает быть таким. Вы просто берете и являетесь таким. Вы не спрашиваете разрешения. А если спрашиваете, то это ваша неуверенность в себе. И желание приложить ответственность в себя на другого человека. То есть страх ответственности. А почему вы боитесь ответственности? Почему вы боитесь делать выбор? Это вопрос, который нужно с вами разбирать. Далее. В итоге, напалкиваясь на эти вопросы, я не знаю, что ответит себе. Поэтому просто отвечаю, разрешаю, да, молодец, прощаю, можно и т.д. Но сама никакого эмоционального восторга от этих слов нет. Потому что у вас сильно механистический подход к этому. Вы не делаете это на уровне чувственного. Вы не делаете это на уровне мыслей. Вы делаете это на уровне операций. Просто, точнее нет, простите, на уровне действий. Вы это делаете на уровне действий. Просто действие совершили и как механизм ожидаете отдачи. С вами этого так не будет. Значит, может это надо говорить как-то с любовью? Нет, это не важно. Говорить себе этого вообще не надо. Если так, то какой порядок действий это делается, то как-то иначе. Ну, я вам сказал, как это делать иначе. Ага, можно найти специальные тренинги в интернете, в которых все подробно описано, прочитать и понять, как это делается. Знаете, Максим, нет универсального способа того, как это сделать. Каждый человек делает это по-своему. Каждый. Каждый человек сам ищет путь к этому. Потому что каждый человек оперирует определенными средствами для этого. Никакие тренинги, никакие книги вам не помогут. Только работа с психологом, только работа индивидуальная. Вот это то, что вам реально может помочь. Потому что все тренинги это по сути та же механистическая работа, которую вы и так, в принципе, делаете и которая не приносит вам никакого результата. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались у вас, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. И если у вас появится желание дополнить свой вопрос, то напишите мне, пожалуйста, в личку о том, что вы это сделали. Я прочитаю и отвечу вам на дополнение. Продолжение следует...